На референдуме 10 января кыргызстанцы выбрали президентскую форму правления. Это значит, что конституционная реформа будет продолжена именно в этом направлении. В программе «Еще не вечер» мы поговорим о том, какую работу еще предстоит сделать с кандидатом политических наук Алмазом Ибраевым. Здравствуйте, Алмаз Розахонович. Здравствуйте. Добро пожаловать в студию. Спасибо. Давайте предварительные итоги референдума сначала обсудим. То, что большая часть населения Кыргызстана проголосовала за президентскую форму правления. О чем это нам говорит? О том, что все-таки люди, я думаю, прежде всего хотят порядок. Порядок, чтобы был в стране. Была стабильность. Стабильность. Была законность. Потому что разделение общества на различные политические партии, оно привело именно к раздробленности. У нас было почти потеряно единство нации. А вот как раз президентское правление и президент, он является символом единства нации, сплоченности, консолидации всех сил, в частности политических. Я думаю, как раз сегодня настало время, когда все те кандидаты, которые проиграли на этих выборах, они должны проявить именно солидарность. Нужно консолидировать все силы и направить в созидательном русле для решения тех вопросов насущных, которые стоят перед нашим государством. Во время работы конституционного совещания и подготовки к референдуму, во время агитации, ну и вообще, когда речь заходит о конституционной реформе, о президентской форме правления, одним из главных аргументов оппонентов президентской формы правления является то, что мы и так на протяжении последних 30 лет жили при президентской форме, только не всегда она была до юра, а чаще всего номинальная, то, что президент и так управлял в разные периоды нашей истории и парламентом, и исполнительной властью, иногда даже и судебной властью. Но их противники, их оппоненты говорят, что чаще всего говорят именно об ответственности. И отсюда у меня такой вопрос. Если конституционно будет закреплена именно полномочия президента, такими, как его предлагают в новом проекте конституции, то как будет обстоять дело, ну как будет работать эта ответственность? Потому что, ну то, что я уже сказал, что президент и так всем управлял, но получается ни за что не отвечал, а теперь он будет нести юридическую ответственность? Ну это не совсем верная, то есть неверная формулировка о том, что президент управлял всем и ни за что не отвечал. Потому что вот именно при последние 10 лет у нас была парламентская форма управления, несмотря на заявление противников, президентская форма управления о том, что мы жили при президентской, мы продолжали, то есть де-факто мы жили при президентской, хоть это де-юре, они не признают даже, что это было де-юре президентская форма, то есть парламентская форма управления. В чем различие? Различие только одно единственное. Назначение неисполнительной ветви власти, то есть их представители, это кабинет министров и ее главы, то бишь премьер-министра, кто назначает. При президентской президент будет сам назначать. Конечно, при согласовании с парламентом, при парламентском правлении парламент назначал, коалиция назначала, то есть коалиция большинства, которая состояла из фракции, представителей политических партий, они назначали правительство, назначали их членов, назначали премьера-министра, исходя из, также на основании списка политических партий. Поэтому это было парламентское правление. То, что они изначально, те, кто задумывал, можно сказать, сконструировали не совсем чисто парламентскую формацию, это их проблема. То, что некоторые оппоненты говорили о том, что нам подсунули что-то неясное, почему сюда президента приклеили. При парламентском правлении президент не должен быть. В 2010 году, когда был референдум, и когда предлагался вариант парламентского правления, они сами такое предложили. У них были на протяжении 10 последних лет, у них были полномочия, у парламента были полномочия. И поэтому на сегодняшний день все это списывать на президента тоже некорректно, что президент отвечает за всю страну. Они так и говорят, но хотя полномочия были у них полные, они назначали правительство, правительство, которое должно было реализовать их программу, или программу этого большинства. А это невозможно, потому что это уже, говорят, большинство, это не одно. Там несколько фракций находятся в этой коалиции, и каждый стремится реализовать именно свою точку зрения, или добиться своих интересов. Поэтому здесь возникает, как говорится, конфликт интересов. Поэтому коалиции в конечном итоге через полгода, максимум через год распадались. Соответственно, правительство, которое сформировано этим правительством, уходило в отставку. И буквально на месяц или на два, пока они находились в статусе исполняющих обязанностей, работа правительства замирала. И так и блокируется работа правительства, блокируется работа целой страны. Поэтому мы сегодня пришли к такому плачевному состоянию в плане экономики, социальном положении, к тому, которое мы сегодня имеем. То есть у правительства практически каждый раз не было возможности завершить начатую работу, даже если у них были самые лучшие намерения? Естественно, естественно. Потому что, вот видите, один из больших минусов при парламентском правлении, то, что правительство зависимо от парламента, или от фракции, которая выдвигает их. При распаде коалиции правительство уходит в отставку. Поэтому у нас была частая смена правительства. И частая смена также премьер-министров. На сегодняшний день мы имеем у нас 31 премьер-министров. Больше, чем в независимости нашей страны. Это даже в среднем приходится даже на один год с большим на одного этого, или с меньшим на одного премьер-министра. При президентском же правлении такого не будет, потому что правительство будет формироваться независимо от парламента, независимо от принадлежности к политическим партиям или их политическим взглядам. То есть это должно, новое правительство, которое будет сформировано, оно должно формироваться на основе компетентности, это прежде всего, на основе их опыта, знаний, знаний и профессионализма. Я думаю, что мы сможем в конечном итоге исправить тот дефект, который был у нас на протяжении вот этих 10 лет. Это имеется в виду с некомпетентностью нашей исполнительной власти и законодательной власти. Потому что за последние 10 лет, к сожалению, они продемонстрировали их уровень в самом лучшем свете. Поэтому опозорились на весь мир. Поэтому если сегодня будет формироваться правительство вне зависимости от парламента, но именно на основании их профессиональных способностей, то это будет уже, во-первых, устойчивое правительство, то есть оно не будет меняться каждые полгода или каждый год. Во-вторых, это будет эффективное правительство. Почему? Потому что оно не зависит, их взгляды, их задачи, которые стоят, они не зависят от парламента или от взгляда, скажу, какой-то политической партии. Хотя у них и не было определенной программы на развитие страны. Поэтому и мы сегодня находимся на той точке, в которой мы и были 10 лет назад, а может и хуже. Если бы у них были какие-то политические взгляды, была четкая программа каждой политической партии, которую они стремились реализовать, то, может быть, еще были бы какие-то сдвиги. Их отсутствие привело к этим плачевным результатам. А когда правительство будет сформировано вне зависимости от парламента, оно будет работать самостоятельно, автономно. То есть оно не зависит от политической партии. Там фракции распадаются или они коалиции собираются. То есть это не будет влиять на работу правительства. Ну и тут у нас, получается, возникает вопрос как раз тогда и об ответственности. И когда сторонники президентской формы правления говорят об ответственности, о чьей именно ответственности тогда говорят? О президента или о премьера? Нет. Сейчас на данный момент большей части говорят об ответственности президента. Так как разговоры ведутся о том, что президент берет на себя все полномочия. И я сразу скажу, что это не так. То есть согласно же Конституции, согласно проекту Конституции, который разрабатывается на сегодняшний день, будет учитываться баланс сил. То есть чтобы была у нас система сдержки противовесов, она сохранялась. То есть у нас должна быть законодательная ветвь власти отдельно, исполнительная ветвь власти тоже отдельно и судебная отдельно. То есть если президент является главой государства, он будет заниматься внешнеполитическими, внутриполитическими вопросами, внутригосударственными вопросами. В то же время он будет главой исполнительной ветви власти. Исполнительной. То есть правительства. В то же время парламент, у него будут свои полномочия. Они тоже будут назначать на высшие должностные лица, которые у нас есть в стране, кроме премьер-министра. Поэтому здесь будет баланс между этими ветвями власти и система сдержек противовесов будет сохраняться. Ответственность президента. Больше всего они думают, кто будет отвечать за страну, за исполнительную власть. Президент, конечно. И поэтому здесь одно лицо, с кого можно будет спросить. Потому что когда при парламенте вначале заявляли о том, что парламентское правительство это коллегиальная ответственность, то есть это на самом деле показало, что это отсутствие ответственности как таковой вообще. Поэтому и сейчас сегодня спросить некого. Потому что депутаты, они списывают свою ответственность на правительство. Правительство в свою очередь на президента. Президент говорит сегодня парламентское правление. Вы назначали премьер-министра, вы и спрашиваете с него. А премьер-министр он непосредственно не подчиняется, соответственно и не слушает его. Вот поэтому получился порочный круг безответственности, который нужно сегодня разорвать при новой власти. И чтобы ответственности были четко прописаны. И функциональные обязанности тоже. Каждая ветви власти. Ну, получается, согласно вашим словам, парламент при утверждении нового проекта Конституции, он не ограничится исключительно законодательной деятельностью? Нет, конечно, абсолютно. Здесь вот мы как раз еще не договорили об ответственности правительства. При назначении правительства, конечно, члены правительства, глава кабинета министров Кабмина, они будут согласоваться с парламентом. Это раз. Во-вторых, у парламента две основные функции. Первая – это законодательная, то есть они разрабатывают необходимые законы, контролируют за реализацией этих законов. Вторая – это контроль будет у них за работой правительства, то есть они будут контролировать, каждый год будут вести отчеты. Правительство будет отчитываться перед президентом, отчитываться перед парламентом, как и перед страной. Поэтому, если у них есть какие-то замечания по отношению к работе правительства, то они могут его высказаться. Сейчас, вот говоря о президентской форме правления, при назначении, например, того же правительства, ведутся разговоры, потому что проект Конституции, он все еще будет дорабатываться, ведутся разговоры о том, что, возможно, должность премьер-министра будет упразднена. И при таком случае, или даже, может быть, при существующем, что будет и президент, и премьер-министр, назначенный президентом, то при снятии из должности премьер-министра кабинет министров сохранится, или он будет так же расформирован, как это сейчас? То есть за кабинет министров все равно будет отвечать премьер? Я пока не могу забегать вперед и сказать, как пропишут в Конституции, конечно, это будет работа Конституционного Совета. Я же предполагаю, что это должно быть так же независимо и автономно, то есть если кабинет министров уходит, потому что здесь может быть вина одного человека, а не всей команды. Если остальные министры работают хорошо, то зачем их увольнять, если здесь вина министра? Другое же дело было при правительстве, то есть при парламентском правительстве. Там различие в чем оно? Потому что это правительство, оно как бы, это видение определенной политической партии. Они их как бы представители, они должны реализовать их программу. Поэтому если они не могут реализовать, поэтому они должны уйти все. То есть премьер-министр уходит во главе кабинета и весь кабинет министров. А здесь, если назначенный премьер-министр не может работать, то при чем тут как бы вина остальных? Если они действительно компетентны и профессиональны, имеют на то необходимое знание. Поэтому я думаю, здесь оно должно быть как бы... Придерживаться некого баланса. Отдельно, да? Друг от друга должны быть независимы, я считаю. Почему я задал вам этот вопрос? Потому что еще одним довольно таким весомым аргументом против президентской формы правления является то, что, как некоторые специалисты отмечают, что при принятии нового проекта Конституции, то у президента появится безграничная власть на все. И вот поэтому даже тут, получается, не полностью президент может решать за всех и за все. Нет, я думаю, здесь, конечно, такого не должно быть, чтобы президент полностью отвечал. То есть это же не монархия. Это же не монархия, чтобы президент отвечал за все. У нас президентская республика. Республика, форма республики, это уже в корне отличается от монархии, где монарх, если это абсолютно монархия, то есть он полностью распоряжается всеми ветвями власти. То есть власть, она сосредоточена в одних руках. Здесь же, согласно демократическим принципам, власть должна быть разделена на три ветви. И три ветви должны работать, во-первых, независимо друг от друга, во-вторых, должны контролировать, взаимоконтроль должен быть, чтобы они не могли превышать свои полномочия. Это вот как раз того, что требует от нас, или предполагает демократические принципы. Поэтому они должны сохраняться. Поэтому я думаю, в Конституции этого никто не... Во-первых, Конституционный Совет, члены Конституционного Совета не пойдут на такое. Во-вторых, этот проект Конституции также вынесем будет на общественное обсуждение. И я думаю, что наше общество тоже не будет согласно, если даже чисто гипопатитически предложить этот вариант. Основной проблемой, которая существует у нас в стране, которая привела в том числе и к такой ситуации, и к периодическим революциям, которые у нас происходят, или переворотам, кому как угодно, является то, что у нас очень буксует реформа судебной системы. И судебная система, как таковая, она очень часто не оправдывает доверие ни простых граждан, ни иногда даже тех же самых политических деятелей. Ну и иногда она там зависит исключительно от воли президента. Вот как вы считаете, как ученый, возможно ли у нас в принципе сделать независимую судебную систему, чтобы она и ограничивала и президента, и парламент, и там кого бы то ни было от нарушений законодательства и от превышения своих каких-либо полномочий? Конечно, возможно, потому что я тоже снова скажу, что мы как бы велосипед в этом плане тоже не изобретаем, и нам нет необходимости этого делать, потому что в мире есть практики, которые уже успешно реализуются. То есть эту должность, я сегодня, конечно, должность Верховного Суда не знаю, кому передадут, в чьи видения, то есть кто будет его избирать. Был парламент или президент? Скорее всего, парламент, наверное, будет при согласии с президентом. То есть чтобы президент его сам не назначал, так как судебная вещь не сможет контролировать действия президента, как это было раньше. Вариант также предлагался, чтобы даже Верховный Судья был избираемым, также всенародно избираемым, чтобы его народ избирал. То есть тогда он будет полностью независимым, как в Америке будет, что даже президент не сможет на него достучаться. Была же практика, когда Трамп проиграл, когда Трамп проиграл, и его сторонники предложили ему переговорить с Верховным Судьем, он сказал, что даже я до туда не смогу добраться, потому что он говорит до того, что он не будет слушать. И поэтому там правосудие восторжествовало, и вот он как бы не цеплялся за власть, он уже должен скоро его передать. И я думаю, он уже сегодня готовится к этому, если ему даже несмотря на то, что осталось несколько дней, не объявят импичмент. Поэтому также у нас должно быть рассмотрено именно независимость судебной власти. И это ветвь, это отдельный разговор, который требует оперативного вмешательства и в кратчайшие сроки проведения реформы. Именно судебная ветвь власти тоже. Это, я говорю, отдельный разговор. Ну вот сейчас на протяжении месяца конституционное совещание работало до того момента, когда мы все ждали референдум, какую именно форму власти выберут граждане Кыргызстана, государственное управление. И сейчас мы все-таки остановились на том, что будет президентская форма управления. Какие дальнейшие действия предстоит сделать конституционному совещанию? Ну, конституционное совещание, оно продолжит свою работу. Теперь уже выяснилось, то есть в каком разрезе они должны будут разрабатывать проект конституции. Теперь уже будет больше как бы при президентской форме управления, то есть учитываться будут именно эти особенности. Поэтому, я думаю, они в кратчайшие сроки смогут завершить свою работу и уже вынести новую конституцию на обсуждение. При этом, учтя все, ну, наверняка там же тоже работает большое количество людей и далеко там не с улицы, скажем так, да, люди, профессионалы своего дела, в том числе и ученые, и историки, и юристы, и общественные деятели, наверняка они тоже прислушиваются к мнению, который, может быть, даже где-то контур аргументирует старые их позиции или просто той изначальному проекту конституции, который был вынесен изначально и сейчас там дорабатывается и вносится много правок и корректированных. Да, конечно, это то, что первоначально было парламентом предложено, то есть вынесено, скажем, на общественное обсуждение, я думаю, он претерпел очень много изменений, много изменений, потому что я лично считаю, что люди, которые находятся в конституционном совещании, в конституционном совете, я думаю, что они проводят объективную работу, потому что это ученые люди, это юристы с большим опытом, есть представители, то есть экс-депутаты легендарного нашего парламента, нынешнего состава есть некоторые депутаты, есть просто представители нашего гражданского общества, поэтому там тоже баланс сохранен, там очень происходят горячие баталии, за каждый пункт конституции, за каждую статью, даже за каждую фразу, слово дерутся буквально, по курунтаю, как у нас, это горячие шли обсуждения, по языковым вопросам, по внедрению английского или по лишению русского языка статуса официального языка, или о том, что нужно убрать слово светское, то есть есть сторонники, есть и противники, поэтому я думаю, здесь все-таки, исходя из здравого мысла, сохранять именно такую систему нужно будет выстроить, я думаю, они именно пойдут по этому пути, чтобы был сохранен именно баланс сил, чтобы у нас была такая оптимальная система выработана, при которой может работать любой президент, который придет к власти. Ну и резюмируя наш разговор с вами, получается, что при президентской форме правления, помимо ответственности, на первый план все-таки выходит очень тщательный подбор именно кадров, которые будут там работать во благо Кыргызстана, потому что непосредственно сам президент будет нести ответственность за эту команду, даже несмотря на то, что парламент тоже будет участвовать, там и при выборе премьер-министра, и при формировании кабинета министров. То есть вот самое, наверное, одно из самых основных результатов новой конституции, да, это будет то, что очень тщательно нужно будет подбирать кадры, которые не будут заниматься тем, чем занимались предыдущие кабинеты министров. Нет, этого, конечно, уже допускать нельзя, потому что уже, это уже перешло все границы. Сегодня вот формирование, как я сказал, правительства, и пусть это даже парламента, это должно быть только на основе компетентности, ни принадлежности никакой партии, ни какому клану, ни родственности, ни семейным отношениям. Избранный президент, он об этом и заявил, что он будет работать без друзей, без шоферов, без родственников. И это хорошо. И это потому, что посыл свыше. То есть намерения, намерения главы государства, они играют очень большую роль. То есть это будет такой посыл, который уже дан сверху вниз. То есть все, я скажу, ступени власти должны сегодня пройти через это, пропитаться этим духом, о том, что нужно работать чисто. Конечно, первая работа, это нужно очищение нашего государственного аппарата, очистка, нужно провести чистку. Буквально чистку, я думаю, где-то на 60% нужно заменить. И пригласить новых и чистых, совершенно чистых, образованных людей, компетентных. Как в исполнительную власть, так и когда выборы у нас будут проводиться, так и в парламентскую. Таким образом, я думаю, мы сможем поднять и улучшить качество нашей исполнительной и законодательной власти. И тем самым можно будет уже проводить реформу в стране. Вот кадры, как у нас было заявлено и во время Сталина, и в советское время, она была актуальна, и актуальна она остается и сейчас. То есть кадры решают все. То есть на первый план нужно сейчас ставить кадровый вопрос, формирование кадрового состава. Спасибо большое за то, что ответили на наши вопросы. Я напоминаю, что мы говорили о продолжении конституционной реформы с кандидатом политических наук Алмазом Ибраевым. Это была программа «Еще не вечер». Эфирал «То-24» продолжается. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова